Мы не фигуры на шахматной доске. Мы одновременные игроки. И тогда вопрос мне было показано не так давно. Не мое воплощение, а моего Высшего Я. Где в процессе работы по воздействию на эту часть галактики. Мой же сотрудник Май. Отвлек меня. И произошел перехлест энергии. Частица моих энергий попала в его творение. То есть в то пространство, с которым работал он. А часть его энергии попала в то пространство, в котором я уже улавливаю твой ответ. Это не просто пространство, верно? Это галактика Млечный Путь, верно? Но не вся, а только рука Фориона. Да, рука Фориона. В какой период, когда был допущен этот перехлест энергии по земному времени? Шесть тысяч лет назад. Но ведь это совпало с наступлением ночи Сварога. Да. То, что он меня отвлек, было запланировано. То, что он отвлек меня, было запланировано. Да. То есть, да, поняла. То, что он отвлек Ладу, было запланировано. Именно поэтому эта часть галактики прошла ночь Сварога по усложненному пути. Да или нет? Да. В любом случае, катастрофой это не грозило. Процессы были подконтрольны и управляемы. Но несколько более жестокие для пребывающих в этих мерностях. Хорошо, не жестоки. Дай свое определение. Несколько более углубленная проработка. А, поняла. Душу подверглись несколько более углубленной проработке. Все, я поняла. Поскольку энергии Майя способствовали торможению и укоренению процессов, укоренению торможений, да, я поняла, с закреплению на более длительные периоды отрицательных потенциалов. Да, сейчас, секунду, я пытаюсь слова подобрать. Иль, это русский язык. Здесь многих определений просто нет. Но я пытаюсь. Сейчас еще раз скажу. А, эти энергии вошли как клин в живое равновесное тело энергии и процессов. Вошли в сферу, да, вошли как клин в сферу этой реальности. Их способности, этих энергий, были посеяны зерна сомнений. А, сомнение, забвение, удлинение, пролонгация. А, хорошо, все, показал, я вижу маятник. Так, маятник, энергии Майя, тормозили маятник. И, качнувшись в сторону зла, он задерживался и набирал там излишний потенциал. Затем он качался в сторону света. И этот излишний потенциал, он не успевал раз... Да, и маятник не успевал утратить этот потенциал. Он разрушал тот свет, с которым сталкивался. И продолжал свое вращение вокруг оси. То есть, он работал не как маятник, он работал как колесо. Он работал как маятник, вращающийся вокруг оси, не успевающий набрать потенциал света для нанесения ответного... Да, для воздействия света на сторону деструктива. То есть, он перестал выполнять свою функцию маятника и стал выполнять функцию колеса, движущегося в одной плоскости, не приносящего развития, но приносящего углубленный опыт для этой части мироздания. Или скажи мне, ответь на вопрос, этот маятник вызвал у меня ассоциацию с колесом сансары. Верна ли эта догадка? Да, то есть, колесо сансары – это феномен сотворенный, так называемой случайностью. Тем он и уникален. Или хочешь ли ты мне еще что-нибудь сказать? А ты мне показываешь, что сейчас это опять маятник. Причем маятник, выполняющий свою компенсационную функцию, поскольку потенциал предаешь ты сам и боги первотворцы. То есть, сейчас, если изобразить схематично, то колесо сансары, по сути, превратилось в таран света, в маятник, наносящий раз за разом удары, сокрушающие сторону. Ну, улыбаешься, улыбаешься, конечно, или улыбаешься, потому что я подбираю слово, чтобы избежать дуальности. Как ее избежать в этом мире? Никак, а ты улыбаешься. Да, свет разрушает тьму. Именно таким образом сторонники тьмы, привыкшие полагаться на этот маятник, как на механизм, который был способен наносить ущерб силам света, вкладывают в ответные импульсы все больше своей энергии. Они пытаются вложить энергии все больше, однако силы не равны. Иль, у меня вопрос. Почему ты прежде не объяснил нам этого? А, ну да, конечно, информация приходит тогда, когда вы готовы ее осознать. Верно? Да. Скажи, по времени, когда наступил перевес сил, это было лето прошлого года. Отвых. Спасибо.